Добрый день, дорогие коллеги! В эфире передача «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега, трейдер и управляющий активами из Краснодара Альберт Бурага. Альберт, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич. Приветствую, друзья. Хорошего всем дня, замечательного четверга. И я думаю, что вы проведете его с пользой перед вашими мониторами, рассматривая графики. Ну, а то, чтобы вам было полегче ориентироваться в том, что там происходит, я постараюсь вас немножечко скорректировать. Ну, давайте посмотрим рынок Форекс и потом уже все остальное. Сейчас я включу демонстрацию рабочего стола. Так, весь экран, среднее, начать. Видим, хорошо. Здорово. Ну, поехали. Итак, рынок Форекс. Вот, вчерашние новости, которые у нас выходили, в общем-то, в экономический мир, вот, немножко потолкали цену, сделали свое дело, ну, а мы на этом постарались заработать. Насколько это получилось удачно или неудачно, конечно же, решать каждому из вас. Ну, давайте посмотрим, что же было у нас и на что мы ориентировались. Поехали. Итак, пара евро-доллар. Значит, на этой неделе, ну, во-первых, отработали недельный уровень. Причем, как мы сегодня с утра уже выяснили с коллегами, отработались недельные уровни по всем нашим шести мажорным инструментам. Уже отработались. Хотя сегодня у нас четверг, казалось бы, но все уже отработано. Так что замечательно. Дальше. Значит, получили мы маленький минус на этой недельке по сигналу в шорт, ну, такой небольшой. На третий день закрыли с минусом небольшим, там у нас получилось порядка, что-то, пунктов 20. Но, тем не менее, потом у нас получился сигнал по индикатору strike плюс 70 пунктов. Я думаю, что вы тоже это все дело видели. У кого есть эти индикаторы, вы можете их, в общем-то, скачать. Я ссылочку дам после эфира. Вот они бесплатные. Мы получили повторный сигнал на движение вверх. И, в общем-то, компенсировали полностью наш минус. И даже что-то еще заработали при этом, друзья. Так что здесь было все нормально. То есть недельно отработали, минус компенсировали. Это хорошо. Что у нас теперь на четверг, на пятницу? Смотрим. В принципе, месячные объемы участника рынка так все-таки и не набирают на этой неделе. Почему-то они все-таки, не знаю, может быть, уже как-то расслабились. Тоже причина пока неизвестна. Но больших вливаний в пару евро-доллар я не вижу. Может быть, потому что нет каких-то больших серьезных трендов, которые можно было бы наметить для движения цены. Пока что цена колеблется в коридоре между месячными объемами, набранной на прошлой неделе. Вот мы видим, да, цена пыталась пробить раз, два подходила, не получилось. И также месячные объемы набраны несколько позже. Тоже цена пыталась их пробить несколько раз, не получалось. То есть все вот эти уровни, где набраны контракты трейдерами на бирже, пока удерживаются. И вот очередная попытка вчера тоже была на новости, в общем-то, подойти к этому же уровню. Мы видим, что не получилось ничего фактически сделать. Опять мы уперлись, ну и опять встали. Все, как говорится, порох закончился, дальше лететь не можем. Нужен какой-то опять экономический новостной такой всплеск, чтобы либо пробить дальше, пойти, да, либо все-таки уже может быть развернуться и пойти вниз. Вот, насчет пойти вниз. Давайте посмотрим, как закладывались ожидания трейдеров в начале месяца. Я вот сейчас подожму график. Итак, ожидания трейдеров в начале месяца. Уровень, заложенный 4 октября еще, в общем-то, был ценой отработан. Цена его прошла, дальше она пошла вверх. Смотрите внимательно, отработала уровень прошлого месяца. Дальше скатилась на скорректированный этот же уровень, который перепрыгнул наверх. Видите, потрогали все. И от него, отбившись, отскочила вверх. То есть, в принципе, есть у нее задачка вернуться на отметку 1.1105. Но пока эта задачка не первостепенной важности. Во-первых, отклонение всего лишь 50 пунктов, а мы смотрим, чтобы было не меньше 150. Где-то там повыше надо смотреть. Во-вторых, еще, в общем-то, время есть до экспирации. Экспирация у нас в следующую пятницу. Именно опционов на валютные фьючерсы. Вот, друзья. Так что, в принципе, у нее есть возможность еще подпрыгнуть вверх. Вот, хотя, как бы, и отметочка примерно 1.3 единицы цену будет пока удерживать тоже. А вот такой расклад по этому инструменту. Получается среднесрочный. Но если все-таки припойдем сегодня-завтра на уровень красного баланса, то здесь будет вот такой флет, который был в последнее время. Видите, вот та же самая картина. Поэтому любые флетовые стратегии, вплоть до стахастика, вам в руку и можете работать. Пожалуйста. Так, дальше фунт. Фунт, наверное, меньше из всех инструментов отреагировал на вчерашние новости. Всего лишь небольшой свечечкой. Ну, и потихонечку пополз вверх. Медленно, медленно, медленно. Недельный уровень тоже отработали мы 1.2865. Причем несколько раз. Она вокруг него пляшет, пляшет, пляшет. Дальше пока идти не хочет. Ну, наверное, новости из Великобритании закончились. Вот. Ну что ж, есть тенденция подойти к границе канала хеджеров 1.2967. Где у нас, в общем-то, есть куча, просто куча набранных сопротивлений. Во-первых, набирались контракты. А, они уже сняли, кстати, 375. Так, это уже интересно. Итак, вчера на бирже трейдеры сняли 375 контрактов. Ага, и перетащили их немножко выше. На следующий страйк. Примерно вот сюда, 246. То есть уровень сопротивления 1.2967, вот видите, да, который у нас был, переместился чуточку выше. Давайте я вам поставлю. Ай, не взял. Вот так. Да. Вот. На 1.3049. Вот сюда, в общем-то, здесь пока закладывают сопротивление в виде и балансового уровня верхнего, и также набора контрактов 246. Кстати, давайте мы их отметим прямоугольничком, чтобы у нас на истории это все потом осталось. А вот такие вот дела. Вчера тоже, кстати, сняли, смотрите, почти 2000 контрактов вот на этом страйке. То есть все-таки предполагаю, что цена потихонечку пойдет вверх и дойдет вот до отметочки 1.3049. Вот здесь мы будем ожидать фунт. Сейчас по фунту не рекомендую ничего вообще делать, потому что он как-то вот в этом месте, он, в общем-то, слабо контролируем. Но когда дойдем вот до этого уровня 1.3049, здесь, пожалуйста, друзья, на отскок вниз с потенциалом хода, давайте посмотрим, ну, почти 200 пунктов по четвертому знаку. Вот такой будет у нас потенциал хода. Вот так вот. Так, по уровню опционного равновесия, что же фунт у нас, где у нас закладывались наши, ну, не наши, ожидания трейдеров, ну, соответственно, и наши тоже. Так, отметочка в начале месяца, цена потрогала квадратик, сейчас его перетаскивают вверх, причем уже второй раз. Примерно где-то эта отметка получается у нас 1.2570. Вот сюда будем ожидать возврат цены, ну, не сразу, может, она еще погуляет, обновит вот этот хай, соберет там все стопы, ну, и потом уже вниз будем ожидать это движение. Вот так, но это среднесрочная, долгосрочная перспектива. Вкратце же просто смотрим на вот этот уровень и от него уже работаем, друзья. Так, австралийский доллар. Ну, вот он нас порадовал очень хорошо по всем, в общем-то, пунктам, особенно по импульсной торговой системе, по которой мы тоже работаем. Итак, значит, он сходил у нас вверх. Мы ожидали вот этого движения вверх, потому что у нас по уровням опционного равновесия, я уже говорил, еще в тот четверг тоже, у нас есть отметочка выше, вот здесь вот, 0.6948. То есть в этом месяце, смотрите, все заложенные уровни опционистов были ценой пройдены, все были потроганы, да. Даже несмотря на то, что вот этот был немножко поднят, его тоже, в общем-то, тоже зацепили и ушли вверх на отработку вот этой цели, 0.6948. В общем, то, что я говорил на той неделе, то и случилось. Теперь дальше, значит, посреднесрочным, в общем-то, позициям еще можно немножко подскочить, потрогать, как говорится, окончательно. И потом ждем снижения вниз на отметку 0.6809. Вот сюда. Что же касается сегодняшних непосредственных каких-то манипуляций на рынке, что мы можем здесь найти? Ну, итак, мы выскочили за границу канала хеджеров. Балансовый уровень, который был вчера, цена его не потрогала. Ну и хорошо, он переехал выше, вот мы видим, ступенька перешла, то есть трейдеры немножечко заложили свои контракты повыше. А, соответственно, мы можем еще ожидать движения вверх. Пожалуйста. Ну и больше здесь ничего я смотрю по страйкам. Наборов месячных у нас нет. И сигнальных наборов по направлению тренда тоже, в принципе, я не вижу. Да. То есть сегодня у нас, в принципе, без сигналов. Средский доллар остается на текущий день. Поэтому что? Самый простой вариант – это вот здесь под верхним балансовым уровнем поставить отложку на продажу. Вот ценовая меточка. И спокойненько стоять. Если сегодня сработает, хорошо, не сработает, завтра ее снять уже и переложить на следующий балансовый уровень. Потенциал хода примерно получается пунктов где-то 60. Ну, пусть будет 55, жадничать не стоит. Это, как говорится, не вознаграждается на рынке жадность. Хорошо. Канадский доллар. Хорошо отработал. Великолепно. Несмотря на то, что всю неделю были противоречивые сигналы то вверх, то вниз, то потом вчера опять, позавчера вверх. Вот. Ну, последний сигнал, в общем-то, отработался у нас хорошо. Добежали до красного балансового уровня. Все по классике. Вот сегодня есть еще один сигнал, заметьте. Причем двойной такой сигнал. Два в одном – это и набор месячный выше 100 контрактов. Вчера трейдеры набирали. Ну, вот, наверное, на этой свечечке. И также 122 контракта. Это больше 10% от значения 273. Следовательно, есть еще сигнал направления тренда. То есть канадский доллар все еще хочет пойти наверх. Ну, может быть, немножко поболтается, где-то скорректируется, но сходит. Также у нас отработан недельный уровень 0.30. И отработан недельный уровень за прошлую неделю. Видите, тоже его отработали. Пробили, на него сейчас легли. И дальше уже будет двигаться цена. То есть, в принципе, за две недели мы имеем стопроцентные отработки наших недельных уровней. Хороший показатель на самом деле. Так, ладно, здесь ясно. Теперь что же у нас по среднесрочному направлению? Канадский доллар. Так, отметочка 1.3321. Вот куда мы с вами, друзья, целим. Вот сюда мы с вами целим, и цена будет двигаться вот к этой отметке. С какой-то коррекцией, да, в среднесрочной перспективе. Вот сюда ждем. То есть пока все идет по плану, пока работаем вот в таком ключе. Да, хорошо. Швейцарский франк. Ну, здесь у нас была интересная вчера, в общем-то, такая интрига. У нас нарисовалась конструкция песочные часы. Вот она она. Мы ее все рисовали вчера дружно всем нашим чатам. И, в общем-то, поставили метки, смотрели, как же будет отрабатываться все это дело. В общем, по плану у нас должно было быть следующее. Цена подходит, к примеру, к уровню единица. Дальше уходит вверх на коррекцию. И потом уходит до отметки 2. В примитиве. Ну, или вариант сверху. То есть смотря, куда она пойдет. До отметки 1, потом коррекция и потом на отметку 2. Итак, если бы, конечно же, не вчерашние новости, все бы было отработано вообще филигранно, но получилось не совсем красиво, но тем не менее получилось. Сходили вот здесь вот до отметочки. До уровня 1, 0.98, 0.99. Потом сходили вверх на коррекцию шпилькой. И оттуда ломанулись вниз до отметки 2. Все, ночью цель была закрыта. И, в общем-то, кто работал, тот получил примерно пунктов 50. Не так много, но для франка это уже хорошо. Дальше. Значит, что у нас на сегодня? Смотрим. Балансовые уровни, ну, в общем-то, нижние далеко. Верхние, ну, вряд ли сегодня мы их добьем без новостного фона серьезного. Поэтому ничего не предпринимаем. Смотрим, как будет двигаться цена. Наборов контрактов. Я, кстати, а нет, вот есть набор контрактов. Давайте отметим. Сегодня есть тут у нас 234 контракта набрали. Отлично. Прям много-много. То есть, в общем-то, есть перспектива у нас еще немножечко. Сейчас посмотрим. Расстояние 80 пунктов. Ну, есть перспектива еще немножечко опуститься вниз, друзья, у нас. Так что смотрите. В общем-то, сигналчик классический. Флэт или вниз. Вот так вот. Ну, это сигнал на следующие два дня. Прям не сегодня. Вот. Ну, а так, в принципе, на этой недельке мы уже неплохо заработали по франку. Плюс еще у нас был, видим, да, отскок вот вниз. Все-таки отработали границу канала хеджеров. Выше не пустили, хотя и прогибались по цену, прогибались, но пытались затолкать ее внутрь канала. И в итоге затолкали. Данный маневр трейдерам удался. Вот. Ну, и я уже говорил, судя по тому, что нижняя граница канала хеджеров шла ровненько, никуда не прогибалась, это означало, что трейдеры все-таки понимают, что цена будет возвращаться в канал, даже если она здесь будет выскакивать. Вот. Но это уже такие нюансы, о которых я рассказываю на итоговых вебинарах. Ладно. В общем, по франку заработали, сегодня ничего не делаем. Значит, цели, кстати, по средней срочке. Давайте глянем по франку. Ну, целей нет на самом деле, потому что все уровни, которые были определены, вот эта зона, эта зона, хоть немножко, но она была потрогана ценой. И вот последняя зона, которая образовалась неделю назад, тоже цена в нее зашла. Все. То есть франк, в общем-то, никому ничего не должен. Дальше поехали. Йена. Итак, Йена у нас тоже, в общем-то, гоняла нас во флете очень долго-долго-долго. Месячные объемы, которые набирались трейдерам на бирже, пробить вчера не удалось новостной шпилькой. Это один момент. Второй момент, мы практически подбежали к верхнему балансовому уровню, где, в общем-то, с друзьями дружно заваливались вниз на отскок. Вот сигнал, правда, последний, вот который у нас был, движение вверх, ну, в общем-то, в принципе, себя оправдал. На этой шпильке тоже, кстати, вот кто успел, тот закрывался. И не просто закрывался, а даже переворачивался. То есть здесь плюсик взяли, еще перевернулись и пошли вниз. Здесь хорошо отработало. Обычно Йена вот такие кренделя делает криво, как-то вот некрасиво, и очень трудно бывает сориентироваться. Здесь все прям отработалось, как по рельсам. Один плюсик, перевернулись и по второму сигналу пошли вниз. Все, здорово. Но все бы хорошо, но у нас есть еще месячные объемы внизу. Вот здесь тоже набраны, и они никуда не делись, друзья. Вот отметка, пожалуйста, 108.39, и здесь цену будут удерживать. Несмотря на все, сейчас цена приближается к этому уровню. Здесь, кстати, еще стоит балансовый уровень. Если мы сегодня к нему подойдем, можно работать на отскок. А, стоп, стоп, стоп. Нет, на отскок мы здесь работать не будем, потому что у нас... Сейчас, секунду. А, у нас перекос по контрактам произошел из-за вчерашнего дня. Да, это верхний балансовый. Все, нижний балансовый. Вот. Значит, на отскок здесь не работаем. Цена здесь будет тормозить вот так вот прыгать несколько дней, потому что вот эти контракты пока здесь находятся, и они никуда не ушли. Все, то есть вверх мы на отскок не работаем, просто здесь будет некая болтанка. Друзья, имейте это в виду. Вот, пробьем ее, либо это будет новостной фонд, там я не знаю, сегодня вряд ли, может быть, на следующей неделе что-то будет. Потихонечку будем стоять вниз. А теперь вниз, куда по целям? Куда же у нас по целям? Смотрим наши среднесрочные цели, друзья. Так, среднесрочные цели были скорректированы в течение недели. Тоже участниками рынка. Заложенные 4 октября цена потрогала, ушла вверх. Дальше была одна ступенька, потом вторая ступенька. То есть цель 107.886. По крайней мере, вот сейчас они иену ждут сюда. Но, видать, из-за того, что флэт был длительное время фактически, ну вот смотрите, да, большую часть опционного периода, они все-таки, наверное, решили скорректировать свои ожидания и, в общем-то, умерить аппетиты. Иначе можно вообще остаться без денег на рынке. Хорошо. То есть сюда немножечко мы еще пробежим вниз, ну а дальше будет видно. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас по золоту. По валютам пока закончили. Смотрим, что же у нас по золоту. Ну, вчерашняя новость, шпилька вниз. В общем-то, мы были вне игры в любом случае, потому что у нас, во-первых, нет такого набора контрактов. Ни вчера, ни сегодня. Балансовые уровни далеко. Ну и, в общем-то... Нам, как говорится, здесь пока делать нечего. Ну и плюс самое важное еще, друзья, тоже хочу вам показать такой момент. Тоже всем его показываю. Смотрите, если поджать график, вот если у вас эти индикаторы стоят, посмотрите внимательно. Сейчас я вам покажу такую интересную картину. Вот смотрите. Вот у нас экспирация. Вот она, линия красная, да, идет. Вот граница верхняя прошлого месяца и граница нижняя прошлого месяца. Теперь смотрите, куда она переместилась после экспирации. Верхняя сильно вверх. Задрана. Нижняя сильно вниз задрана. Явный показатель того, что, первое, трейдеры в два раза увеличили активность торговли золотом за последний месяц. Второе, они, в общем-то, переходят в данный актив, видать, вследствие каких-то непонятных ситуаций на рынке. И третье, все-таки они ожидают какое-то трендовое движение. В течение, вот, может быть, ноября, да, ближе к декабрю. Тоже имейте это в виду. Ну, если кто-то хочет там хорошо затариваться золотом, умейте, ну, понимайте, что будет, в общем-то, хороший-хороший тренд. В течение следующего месяца, может быть, полутора месяцев. Вот так вот. Ну, а так, в целом, по золоту пока стоим. Смотрим. Если поднимется выше, вот отбой от баланса уровня, и там уже смотрим вниз. Отметочка 15.14. Вот такая у нас ситуация. Так, хорошо, здесь пока, наверное, все. Давайте перейдем теперь на срочный рынок, пробежимся, глянем, что же у нас здесь происходит по срочному рынку. Так, начнем мы с индекса РТС. Глянем, что же у нас есть. Так, с индекса РТС. Значит, последние сделки конца прошлой недели, в общем-то, принесли нам небольшой плюсик. Мы четко сходили в середину диапазона между красным балансом и коричневым. Дальше. Уходили вот вчера опять за границу каналах хеджеров. Здесь становились на отскок. Это правильно. Но сегодня с утра видим, что балансный уровень переехал вверх. Трейдеры затарили контракты на покупку в большом количестве. Именно на фьючах видно. Вот, соответственно, по правилам сегодня желательно было прямо на открытии закрыться, как есть, с маленьким-маленьким минусом. Все. Ну, и это было тоже оправданно. Видим, какая свечка уходит у нас наверх. Так, на пятиминутке, в общем-то, что у нас происходит. Вчерашний вот этот весь флет, который был, сопровождался, несмотря на вот эту ситуацию, сопровождался набором путов, шартовых позиций, в общем-то. Вот. И сегодня у нас есть вероятность большая все-таки отработать вниз относительно... закрытие вчерашней сессии. Вот. Посмотрим, как будет развиваться событие. Сейчас пока рынок идет вверх, но видим, что активность практически, ну, мизерная пока на опционах. Уже почти час прошел, уже 11 часов наторговали, но активности никакой нет. Вчера активность была больше гораздо. Сейчас ни колы, ни путы не набираются, поэтому смотрим. Вот этот импульс, когда иссякнет, можно будет как раз, если он добежит до верхнего баланса уровня, остановиться вниз и спокойно отрабатывать наши цели внизу. Вот. Но пока давайте постойте. То есть мы закрыли здесь маленький-маленький минусиком пока. Стоим, ничего не делаем. Ждем подхода цены к верхнему балансовому уровню. И от него уже потом вниз. Вот такая тактика будет работы по индексу РТС. Газпром. С Газпромом все, конечно, как всегда интересно. Есть у нас два неотработанных уровня долговых. Один, второй. Пока мы смотрим на них. Но при этом ФОП-индекс постоянно нам показывал сигналы вверх. Сигналы вверх. И, в общем-то, кто по ним работал, мог уже как минимум раз, два, три, четыре, пять, четыре сделки сделать и спокойненько заработать все, что он хотел. Дальше. Значит, вчерашний вход у нас, вчерашний сигнал на отбой от верхнего баланса уровня не работал, потому что ФОП-индекс в приоритете. Можно было работать только на американской сессии примерно где-то на движение вниз. Я об этом тоже вчера говорил в обзоре. Вот поэтому кто меня слушал, здесь, в общем-то, больших убытков не понес. Вот сейчас у нас идет пробой первой свечей баланса уровня. На первой свече мы тоже не работаем по правилам. Ну, а дальше будем смотреть, что будет происходить. Мне очень интересно будет, что покажет нам индекс опционных настроений. Это наш индикатор собственный. Пока он показывает шартовое настроение. Пока. Ну, хорошо. Если еще шартовое настроение резко подскочит у нас где-нибудь до обеда, будет вообще здорово. Ну, а вчерашний день на самом деле шел без каких бы то ни было перекосов. В общем-то, трейдеры, да, набирали и то, и другое, но особых сигналов на снижение не было. Так что пока на данный момент, я думаю, что ситуация по Газпрому контролируемая. Просто смотрим, что будет происходить у нас, друзья. Вот такая вот ситуация. Ну, а так в целом. Ну, кстати, сегодня нет у нас сигналов по FOP индексу вверх или флей, друзья. Что очень интересно. Как будто трейдеры уже, ну, что хотели, взяли, уже с рынка вышли. И, в принципе, больше, ну, пытаются, ну, не работать по этому инструменту. Нет больших вливаний. Вот здесь вливания были на бай. Большие вливания были на движение вверх. Вот сейчас вливаний уже нет. Возможно, решили, что хватит. Ну, и ладненько. Так, дальше. Сбербанк. Сбербанк у нас, в общем-то, сигнал по FOP индексу. День назад флет или вверх себя отработал. Получили мы и движение вверх, откат и закрытие на том же уровне. То есть, в принципе, два сигнала в одном, мы все отработали. Сегодня идет прострел. Первая свеча у нас вверх. Пока мы не работаем. Стоим в стороне. Вчерашний день по индикатору опционных настроений, в общем-то, у нас ознаменовался большим набором шартовых позиций. И они, в принципе, были отработаны. Вот в этом месте, смотрите, да, вот мы увидели, фактически в этом месте, вот в этом флете, на завершении флета был зафиксирован большой набор шартовых позиций. И вследствие чего цена, в общем-то, обвалилась и получилось здесь заработать. На сегодня день под вопросом, потому что шартовый сигнал себя отработал. Все, поэтому что будет сегодня, ну, будем смотреть уже по ходу дела. Пока видим, что активность практически около нулевая. Никакой активности не происходит. Ну, трейдеры разогреваются, наверное, и присматриваются к рынку. Хорошо. А мы присматриваемся к ним, к их движениям. Дальше сишка. Ну что, сишка пока идет во флете, и здесь вряд ли что-то будет интересное. Зависели на красном балансовом уровне. Все, в общем-то, вот так вот болтается, болтается, ничего интересного нет. Ну, за исключением того, что вчера у нас где-то примерно, вот вы видите, в 15 часов, где-то, да, в 14.30, в 15. Вот в режиме онлайн у нас получилось увидеть набор большой лонговых позиций, и цена, в общем-то, их быстренько-быстренько отработала. Потом она, конечно же, вернулась, но уже других сигналов у нас не было. Все, поскольку лонговый набор был вчера отработан, то сегодняшний день тоже под вопросом. Вот так вот. На данный момент наборов практически нет, все около нуля идет. Ну, вчера тоже было до 14 часов фактически. Смотрим. В режиме онлайн смотрим, как все это будет работать. Так, теперь нефть. Давайте посмотрим бренд, да, через московскую биржу нашу. Что у нас есть? Так, экспирация прошла, можно, в общем-то, поработать. Так, где у нас ценовые метки? Сейчас их скорректирую немножко. В этом месяце давайте посмотрим, как у нас границы каналахеджеров легли. Мне всегда это интересно. Ага, вот. Итак, ну, в принципе, больших изменений на верхней границе не произошло. На нижней, да, друзья. То есть, можно сказать, что денег стало меньше в этом месяце. Ну, это пока первые пару дней, их еще могут накидать, конечно. У нас на бирже это делается легко, учитывая низкую, как говорится, ликвидность. Там чуть-чуть подбросят, и уже смотришь, стало гораздо-гораздо больше контрактов. Так, значит, что у нас есть? Итак, мы открылись на красном балансовом уровне, и пока мы здесь поболтаемся. Вот, дальше. Если пойдем вверх, работать от верхнего балансового сегодня не будем, потому что это проход цены через красный балансовый уровень. Ну, а до нижнего балансового сегодня мы, конечно же, не добежим. Если опять только что-нибудь не случится в мире. Вот, то есть сегодня у нас, в принципе, более-менее такой денек выходной получается. Да. Выходной день по бренду. Ну, постоим в стороне, хорошо. Кстати, можно глянуть еще WTI, что у нас там происходит по нашим уровням. Ну, тоже пока флэт. Подходили к красным балансовым уровням, два дня вот тут побились, побились, ушли вниз. Пока ничего интересного нет, балансовые уровни далеко. Сегодня мы до них вряд ли добежим, друзья. Вот такая вот картина получается. Если подойдем опять к красному балансовому, ну, здесь может быть будет пробой, возврат, ретес, ну, в общем-то, все как-то вот так вот. То есть пока нет никаких экономических каких-то вот новостей, которые бы сильно влияли на нефть. Вот она вот так у нас и болтается. Так, что еще можно посмотреть так по-быстренькому? Давайте глянем. Индексы пробежимся. Так, S&P 500, что нам показывает? S&P 500. В принципе, медленно-медленно, но уверенно ползет к границе канала хеджеров по чуть-чуть. S&P подойдет к границе канала хеджеров, здесь будет опять такая вот болтанка. Но при этом я вижу, что верхний балансовый уровень особо никуда не сдвигается, поэтому флэт с точки зрения трейдеров на бирже будет вот такой продолжаться. Может быть, с небольшим уклоном вверх. Может быть, с маленьким-маленьким. Но пока они больше ничего здесь не ожидают. Так, смотрим дальше. Так, S&P был, да? Что у нас по NASDAQ? Так, ну вот, кстати, интересная ситуация. Сегодня балансовый улетел вверх, то есть есть вариант цене немножко подскочить. Смотрите, друзья, такая возможность есть. Но тоже до балансовых пока далеко. Здесь что-либо прогнозировать не будем. Подойдут к уровням или к границе канала хеджеров, тогда будем смотреть. Так, Dow Jones у нас пока что показывает? Dow Jones у нас пока показывает касание балансовых уровней. И, в общем-то, смотрите, друзья, такая вот ситуация. Очень важный момент. Видите, балансовые уровни переехали несколько дней назад. То есть вот здесь, если вы остановились на отскок вниз, нужно было вот вчера еще закрыться. Ну, может быть, с маленьким минусом, но, в принципе, при своих. Потому что цена по Dow Jones с очень большой перспективой может уйти наверх. Вот. И нам как раз наш индикатор сигнализирует о том, что контракты трейдеры немножечко переложили наверх. Вот. Если вот в этой ситуации ранее, там, пару недель мы бились раз, бились два, видите, бились, 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 но балансовые уровни наверх не переезжали. То есть было понятно, что цена отскочит. В данной же ситуации день-два и балансовые уровни хлоп улетели при том же уровне цены. Следовательно, все-таки ожидается подъем данного актива. Вот. Так что закрылись и спокойненько работайте. Так. Что еще у нас? Так. Долгосрок по евро пока в работе. Как я вам говорил в тот раз, что мы, в общем-то, сходили по нашему сигналу, подхватили его снизу при перегреве рынка, в опционном понимании перегреве рынка. Сходили вверх, небольшая коррекция, ну и дальше двигаемся вот до отметочки примерно там 1.13.27. Я ее так поставил для себя, в общем-то, просто ориентир на самом деле. Вот. Но, похоже, все-таки такая пророческая отметка оказалась. Вот туда мы будем двигаться. Так. По канадцу тоже подхватили снизу. Очень хорошо. Перегрев рынка прям так вот отработался и побежали вверх. Цели я уже показывал среднесрочные. По канадцу там повыше. Где-то тоже возле... Где-то вот тут будем, в общем-то, парковаться, я так думаю. 1.33.15. Это долгосрок, друзья. Это долгосрок. Так. Пока все. Ну, ладно. Хорошо. Все вроде бы, что хотел, рассказал. Если какие-то вопросы есть, могу ответить. Вот. Если нет, то всем хорошего дня. Я вижу вопрос. А нет, этот вопрос уже снят. Я понял. Ага. Альберт. Вы вчера на ФРС вообще торговали? Что-то делали непосредственно в 9 вечера? Или уже по факту сегодня смотрели? У меня были выставлены ордера по канадскому доллару. Еще не закрыл. Я говорил в обзоре. Был сигнал. Он был не вчера, он был еще позавчера сигнал последний. То есть по канадцу. Сейчас сделочка в прибыль примерно 100 пунктов. Еще витит. Дальше по евро был сигнал, тоже сегодня говорил. Сейчас сделочка висит 53 пункта. Я думаю, что пора бы ее уже прихлопнуть. Нет, секундочку. Вот вы поставили заявочки, и они сработали вчера после 9 вечера. Нет. Это заявки, которые открываются в 9 утра. То есть мы получаем сигналы по индикаторам. А вот на 9 вечера, я имею в виду? А, на 9 вечера? Нет, в этот период нет. Нет, я даже на этот час уехал из дома. У меня такая практика есть. Я что-то все повыставляю на рынке и стараюсь куда-нибудь уехать. Почему вы стараетесь? Чтобы, так сказать, не соблазниться, а влезть в кинок? Да, 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 действительно. Но это уже, понимаете, практика выработанная годами. Лучше в этот период куда-нибудь отъехать. На час погулять, может быть, делами заняться. Предварительно все подготовить, все расставить по местам обязательно. И вот отъехать. Ну вот, это моя психология. Может быть, кому-то она не подходит. Может, кто-то хочет посидеть там, такой адреналинчик половить, там драйв, поймать еще что-то. Но это тоже нормально, но мы все люди разные. Вот, но чисто для себя я вывел вот такую закономерность, и она, в общем-то, оказалась для меня лично оправдана. Я понял. А я думал, что сейчас от вас услышу, как вы там кнопки понажимали, как все стреляло. Не, 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 не мой вариант, не мой. Хорошо, Альберт, поняли вас. Спасибо вам большое за ваш обзор и ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Спасибо, друзья, за внимание. Хорошего вам дня. Всего доброго. Спасибо, до свидания.